Девушки отдыхают Девушки отдыхают С ними одни неприятности Так же, как и с Лейфом, их отцом А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому Если тебя интересуют лжецы и трусы То очень даже интересная Я видел твоё объявление Подробнее можешь рассказать? Что у вас за чудовище? Я так думаю, это дух Или ещё какой морог Он появляется на Эльберге у маяка Ох Начиналось всё безобидно Однажды ночью маяк не зажёгся А без него корабли не могут Безопасно пристать к Оренбьёрну Вот двое наших и пошли проверить, что случилось Дай угадаю Они не вернулись Нет И о Мике или Смотрителе маяка Тоже ни слуху, ни духу Позвал я пару мужиков Поплыли мы на помощь Но когда мы уже были у острова Я повернул обратно Потому что на берегу Я увидел призрак Ты, наверное, думаешь, что я трус Но одним железом там не справиться Единственное, что я мог сделать Собрать со всей деревни золото для награды Как поможешь, будет твоим Я посмотрю, что удастся сделать Спасибо, Геральт Хороший ты мужик Нордлинг Дашь меч подержать Бродяга Пусть твой топор никогда не затупится А ты топоры умеешь метать? Мой брат, он умеет Рад помочь Если глаза мои не врут Меня посетил сам Белый Волк Воин, философ А герой-любовник Кто-то наболтал тебе ерунды Друг самого великого мастера Лютика Великого мастера Лютика? Ну как же Он памятник тебе воздвиг прочней, чем в бронзе Когда ты встретишь его, Белый Волк Передай ему слова признания от Сигурда Самого преданного поклонника его таланта Когда я его встречу, то скажу, что думаю о его фантазиях Как можно обижать поэта? Я сам с кузнечного дела живу, но всегда мечтал ковать слова Покажи мне свои товары Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он почти успел спрятаться. Почти. Эй, есть там кто? Как ты сюда попал? Приплыл. Это же остров. Ты, Миккель, сторож маяка, меня прислал Йорун Саринбьорна. Откуда здесь все эти призраки? Последний раз я такое видел под Вергеном, когда... Ниоткуда. Вот именно что ниоткуда. Пламя вспыхнуло и тут же погасло. С этого все и началось. Я пошел сюда за маслом, выхожу из дома, гляжу, туман поднимается. А тут духи как полезли и на меня. Вбегаю я внутрь, задвигаю щеколду и слышу, вроде как кто-то шепчет мое имя. Миккель, Миккель. Выглядываю призрак больше остальных и таким холодом от него било, что аж стекла инеем покрылись. Этот призрак. Расскажи мне о нем побольше. Он... он вроде был умнее остальных. Как будто он знал, все знал. Только тебе, наверное, это не сильно поможет, да? Ты прости, но я и видел ты его всего раз. А потом он куда-то пропал. Эти духи появились здесь не без причины. Что-то их привлекло. Какие будут мысли? Понятия не имею. Тут же ничего нет. Маяк, моя хата и все. Одни голые скалы. Даже утопцы знают, что на Эльберге искать нечего. Странно это все. Мне нужно осмотреться. Тогда возьми ключ от маяка. Если захочешь и там посмотреть. Или укрыться от чего-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Какое-то письмо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, пожалуйста, под фонарем темнее всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Да, Геральт. Я убил чудовище на маяке. Это был покаянник. Очень опасный вид призрака и очень редкий. Так откуда же он взялся на Эльберге? Такой спокойный остров. Даже сирены там гнезд не вьют. Кто-то совершил там преступление. Что-то ужасное. Подробности спроси у Миккеля. Интересный он человек. Интереснее, чем могло показаться на первый взгляд. Ну да, не важно. Поговорим лучше о моей награде. А, прошу, я все заранее приготовил. Ты заслужил каждую монету и выпивку. За твое здоровье! Бывай. Снова он. Понравился тебе наш мед, приблуда? Ничего так. Спасибо. Ха-ха. Так купи себе бочонок на дорогу и проваливай. Вижу, вы ничего не уразумели про законы гостеприимства. Что поделать, придется поучить вас покрепче. Спасибо, ерунт. Вместе драться всегда веселее. Оставь моих артистей, ерунтаха! Жой меня! Такого оскорбления я не знаю! Ерунт! Эй-эй! Спрячь меня! Столько набегов, войн, поединков. И сдохнуть от такой мелочи. Успокойся. Я приведу знахаря. Не надо. Он пробил меня легкое. Я захлебнусь кровью. Выливай иногда немного меду в память обо мне, ерунде сыне Сигвальда, который жил достойно, а умер глупо. Твои сыновья... Они... Что с ними? Говори же, дьявол! Они погибли. От руки какого-то чужого... У меня было всего двое сыновей. А ты их убил. Ты прервал мой рот. Очень жаль. Но не я искал ссоры. Разве чужой скажет правду? Кто первый вытащил меч? Не знаю. Все быстро случилось. А мы уже по паре рогов осушили. Твои сыновья не уважали законов. Если бы не Йорунд, я бы еще в первый раз... Рот Йорунда и мой род разделил Блодс Фейд. Кровная вражда. Мне все равно, что он сделал или сказал. Я не хочу проливать больше крови, но если нужно, буду защищаться. Ты будешь защищаться перед судом Йорла. Если Лугос Безумный признает, что ты невиновен, ты будешь свободен. Значит, мне отдаться на суд человека, прозванного Безумным. Или сражаться со всей деревней. А всех тебе не одолеть. Будь у тебя хоть три митера. Будь по-вашему, видите? Будь по-вашему, видите. Вот ведь сходил в кабак. Будь пока! Я бы не расскажу. Возвращаемся. Когда я был ранен, я бы не знали. Забы жарим. Гавровый год. Это стоматный. Я бы не знал. П VISTA. Понял. Наши branches. енной печи. Он уж глазами стреляет, смотрит, как бы сбежать. А выхода-то нет, кроме как поговорить со старым Симуном. Он уж глазами... Хорошо, хорошо. Когда меня будут судить? Когда Ярл тебя призовет. Значит, не скоро. Чем дольше сидишь в каменоломнях, тем меньше выступаешь, как придет срок суда. Этот здесь второй год. Он тот третий. Лугас ведь сказал, что суд будет сегодня. Не забыл? А, да. Верно. Пойдем. Майрат существует еще со времен Убина Великого. А этот пес его прервал. За это он должен умереть. Я здесь творю суд, Лейв. Помни об этом. Ведь это приблуда. Чужак. Он не заслужил ни суда, ни даже смерти от меча. Он... Не прерывайтесь. Я с удовольствием послушаю. Геральт, не думал, что мы так быстро увидимся вновь. И еще я не помню, что бы за тобой посылал. Будь у меня свободный год или два, я бы подождал. Но я, к сожалению, спешу. Перейдем к делу. Лейв утверждает, что ты убил его сыновей, Кори и Краки. Что ты на это скажешь? Я защищал себя и ерунда. Никто не подтвердил твоих слов. И не подтвердит. Всегда проще повесить чужака, чем усудить своего, так? Ха! А ты за словом в карман не лезешь. За словом? Он меня оскорбил, Ярл. Меня и весь наш клан. Закон предков гласит, что... Тихо! Я уже принял решение. Геральт из Ривии. Я признаю тебя виновным в двойном убийстве. Наказанием за это будет смерть через удушение. Но ты можешь откупиться. Выплатив вес Кори и Краки серебром. Ты знаешь, что у меня нет таких денег. Разве что парни были гораздо легче, чем выглядели. Прекрасно это знаю. Я сам заплачу отступные. Что? Это против всех законов! Законы здесь устанавливаю я. Возвращайся домой, Лейв. Если ты меня разозлишь, привяжу тебе мешок с этим серебром к шее и сброшу в море. Зачем весь этот театр? Если ты хотел нанять Ведьмака, сразу так бы и сказал, обошлось бы дешевле. Скажи мне, Ведьмак, есть у тебя честь? Есть. Я уладил дело с Лейвом от твоего имени. А значит, у тебя передо мной толп чести. И ты обязан сделать то, что я прикажу. Поэтому слушай внимательно. Мой сын, Лугас Синий, ушел в поход. Но не в набег против черных и не грабить монастыри. Сдумал он отправиться к пещере Снов. Это к югу от острова. Оттуда не возвращаются. Ты умный мужик и с мечом обращаться умеешь. А эти два свойства редко встречаются вместе. Так что ты должен ему помочь. Мне нужен наследник. Каким бы он ни был. Забирай свои вещи и делай, что я сказал. Или ты навсегда потеряешь честь и имя. Бессонная ночь, каа? Успокойся, Йорунд. Это только шутки. Глупые, но все-таки. Нет. Я серьезен. Серьезен, как смерть. И глуп, как жеребенок, который нажрался белины. Ну да я вас поучу уму-разуму. Чудой меня. Такого оскорбления я не спущу. Йорунд! Столько набегов в войн. Что я могу сделать? Привезти твою семью? Но ты не успеешь. Это я сейчас отправлюсь к прадцам. Выливай иногда немного меду. Твои сыновья. Они... Что с ними? Говори же, дьявол! Они погибли. От руки какого-то чужака. Гори! 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 Продолжение следует...